Уважаемая Анна Михайловна, Отец Андрей, дорогие учителя и дорогие ученики, мы уже не первый раз проводим этот замечательный конкурс Герои Отечества. Герои Отечества это наши российские люди, наши предки, которые жили благочестиво, жили героически и показали пример нам в предыдущих поколениях, как надо жить, трудиться и достигать высот. У человека не может быть примеров, люди живут примерами. Можно в гаджетах найти какие-то интересные примеры, а можно найти среди наших соплеменников, соотечественников, замечательных людей, которые достигли и в науке, и в искусстве, и в культуре, и в военном деле, и некоторые даже достигли небес. То есть сейчас на небесах болятся о нас, наши святые русские. Поэтому нам надо знать своих героев, потому что человек, который не знает свою историю, не знает своих героев, не знает свое прошлое, как Иван и Майеров в своей непомнище. Поэтому этот конкурс в церкви всегда была охранительницей культуры, истории, и мы предлагаем в образовании наших муниципальных районов, и всем это нравится. Ездим и в Хвостун, и в Терней, и в Кавалерово, и в Вольге, и в Чугуевке, и в Воночке. Все те школы, которые входят в нашу Осеннинскую партию, мы посещаем с радостью, и у нас взаимное обогащение. Детям хотелось бы, прежде всего, пожелать, чтобы они знали своих героев, чтобы они понимали, что жизнь нам не только для себя, любимого. Если я эгоист, и живу только для себя, то мы часто бесполезны для общества, даже и видны. Потому что эгоисты, они потенциальные враги, в смысле потенциальные предатели, предадут семью родных, предадут родину. Поэтому она даже действительно соборная, единая, и показывает пример доблести, мужества, самоотверженности и любви к родине, к родным, близким. Поэтому крепкая семья, крепкая родина, замечательные, мужественные люди, как всегда были наши соответствующие, эти русские люди, примером для всех народов. Русский человек, он не только свою родину защищал, он и являлся освободителем народов. И не только военно, в смысле, но и духовным, и нравственным. Поэтому Россия собрала под свою, как говорится, под своем афор множество народов. Потому что все народы стремились жить с русскими. Русские не обижали, а наоборот просвещали. Например, какие-то там Чукчи, Кунчидал, они, как говорится, не брали у них пушнину, всякие, как говорится, завоеватели народов, а наоборот несли свет лучших людей в Питер, в Москву на образование посылали, а потом посвящали этот край. Поэтому, я думаю, вот те доклады, которые мы сегодня послушаем, будут нам в радость, будут хорошим примером. И желаю вам успехов и побед. Спасибо, Господи, Боже, Боже, спасибо.